Я приветствую всех на канале Амаркет. С вами Александр Котин, сегодня среда и в рубрике «Открытый микрофон» будет мой обзор. Я также отвечу на вопросы под предыдущим видео. Кстати, если какие-то вопросы у вас будут появляться, пожалуйста, их пишите в комментариях под роликом и я в следующем обзоре на них отвечу. Итак, давайте посмотрим, какие вопросы в прошлый раз у нас были. Спасибо за отзывы, я вас благодарю. По поводу акций мы их сегодня тоже посмотрим. Они уже внесены по поводу индекса РТС. Также посмотрим. СНП посмотрим. Итак, давайте начнем с индекса РТС. На экране месячный график. И хотел бы заметить то, что здесь был дивергентный бар на вершине. Но, на мой взгляд, это завершение только третьей волны, текущего импульса вверх. То есть у нас с вами здесь идет какая-то волна. Возможно, один, два, возможно, развитие третий. Так вот, внутри это третий, это три в три. Больше на то похоже. Потом переходим на недельный график. Здесь видите, где вершина АО. Это максимум движущей силы. Это один, два, три. Это четыре под вопросом, пока мы снижаемся. Вот зона предыдущей коррекции. То, что мы можем заходить за первую волну, так называемую, это ничего страшного. Такое бывает. Такое бывает, такое случается. Здесь мы можем взять FIBA-сетку, растянуть ее вот сюда, на эту волну. И, соответственно, где-то в районе 50% возможна остановка этого снижения. Окей. А может быть, чуть пониже. 61,8. Это будет видно сейчас, когда мы перейдем на дневную графику. Пока здесь сильное снижение. На мой взгляд, это выглядит как А, В и С. Но завершения вот в этом снижении пока нет. Я бы смотрел за тем, как мы будем проходить вот этот минимум. Минимум предыдущей коррекции. И будет ли здесь остановка. И внутри на четырехчасовом графике уже бы наблюдал за пятилоновым паттерном. И за тем, как он будет формироваться. Так как снижение достаточно сильное, окей. Мы можем пойти ниже. Это не проблема. Поэтому я бы просто понаблюдал, будем мы останавливаться вот в этом районе, где-то в районе предыдущей коррекции. Либо уже пойдем куда-то ниже. По поводу S&P 500. Здесь у нас достаточно мощное снижение. Но обратите внимание, опять же, на недельный график. Здесь идет 1, 2, это 3. То есть мы опять же в четвертой волне локального импульса находимся. Дальше на дневном графике мы видим вот 1, 2, 3, 4, 5. Это вот третья волна, которую мы видели на недельном только что. И дальше, когда мы обращаем внимание на то, что происходит здесь, это скорее четвертая волна. То есть первая, вторая, это все было третья, четвертая, по всей видимости. Ну, пока мы это видим в моменте. Потом все может поменяться. И мы всегда исходим из того, что здесь сейчас у нас есть. Дальше что? Ну, вот здесь вот по поводу сетки. Вот здесь вот если сетку поставить, соответственно, вот 50% зона предыдущей коррекции, а дальше уже 61,8. На S&P, как правило, коррекции происходят в зону 38,2. Ну, чаще всего, реже бывает в 50%. И такие резкие коррекции здесь случаются. То есть мы это уже видели. Поэтому в данном случае я бы рассматривал возможности для покупок при формировании сигналов и подтверждении этих сигналов. Теперь давайте перейдем к валютному рынку. Итак, евро-доллар. Мы видим с вами бар, который закрылся в верхней половине на недельном графике. Это сигналом покупки не является. Точно так же, как вот это все не особо является дивергенцией. Обратите внимание на то, как нарастает движущая сила в текущем импульсе, который начался от 29 декабря. И обратите внимание на характер движения. То есть он немного изменился. И в данном случае идет усиление по тренду. Ну, примерно, как было вот здесь. Дальше, после чего возник вот такой вот достаточно сложный рынок. Ни в коем случае этот бар не является сигналом на покупку. Давайте посмотрим на дневной график. Почему я, в принципе, и пошел здесь в шорт. Вот один, два, три. То есть это только у нас третья волна здесь завершилась в этом импульсе. Дальше что мы делаем? Мы берем опять же ту же самую сетку, ставим ее на третью волну. Вот у нас 38,2. Мы вблизи этого уровня 38,2. И вот этой волны. И в зоне предыдущей коррекции видим сигнал продажи. Он не с сильным закрытием, как это обычно бывает. Но, тем не менее, он с нижним закрытием. Поэтому я его взял в работу. И плюс здесь есть достаточно хорошая ангуляция. То есть это вот этот угол между зеленой линией и баром. То есть вот это расстояние. Это расстояние, оно измеряется непосредственно между зеленой линией и краями баров. Но у меня возникает здесь сомнение по поводу того, правильно я зашел или неправильно. Поэтому у меня стоит стоп. Если бы я не сомневался и был бы уверен на 100%, я заходил бы всем депозитом. Но этого не происходит. Поэтому, как я говорю, невозможно быть успешным неудачником. Поэтому мы ставим стопы. И поэтому мы понимаем, что мы можем в сделке получить убыток. И это нормально. Так должно быть. Дальше мы видим дивергенции здесь. И с какой-то точки зрения это может быть только волной А. Но мы этого не знаем. Мы просто видим сигнал. Этот сигнал подтвержден дивергенцией внутри. Он имеет ангуляцию. И в принципе здесь коррекции примерно одного размера. На это я тоже обращаю внимание. То есть характер рынка, он себя здесь проявляет. Потенциал развития этой позиции получается 26 к 91. Но почти 1 к 4, поэтому я взял ее в работу. Идем дальше. Британский фунт. На дневном графике мы образовали новый минимум. Это практически можно назвать дивергенцией. Но если же вдруг здесь может произойти какое-то дальнейшее удлинение в волне С, то мы можем пойти ниже. Поскольку, обратите внимание на то, что на дневном графике мы пришли только в 38,2. И не дошли до минимума предыдущей коррекционной волны. И фунт он чаще корректируется в 50%. Поэтому в данном случае это сложно торгуемая ситуация. Я бы не стал пока ее брать. Я бы предпочел подождать, пока она самоорганизуется. И в данном случае я бы обратил внимание на то, что здесь есть TBC паттерн. И отсюда мы можем снова пойти вниз. То есть вот таким характером рынка. Как я его называю, возвратно-откатным. Вот так. То есть это на то походит. Потому что мы находимся как минимум в коррекционной волне. И то, что здесь есть дивергенция, это не помешает рынку пойти вниз. Дивергенция не является признаком завершения движения. Швейцарский франк. На дневном графике, на мой взгляд, это может выглядеть как развитие вверх. 1, 2, 3. И вот четвертая волна. Что мы видим на четырехчасовом графике? Мы берем сетку. Ставим ее. 38,2. Здесь тоже есть бар с верхним закрытием. И он в стороне от линии баланса. То есть есть вот это вот расстояние между ценами и зеленой линией баланса. В книжках об этом, к сожалению, не пишут. В данном случае это точка входа с коротким стопом и отношением риск-доходность 18 к 80. То есть примерно 1 к 4 тоже. Дальше что? Японская иена. На мой взгляд, здесь мог завершиться импульс. Очередной импульс в сложной коррекционной структуре. Вот у этой, которая является волной B. То есть A, B. И возможно развитие волны C. Это очень большой вопрос. И в данном случае обратите внимание на то, что цена здесь резко ушла в сторону от линии баланса. И здесь был сложный рынок, как я его называю, возвратно-откатный. Поэтому в данном случае вот этот сигнал на покупку я бы брать здесь не стал. Очень резкое развитие вниз. Это очень походит на то, что здесь уже прошел какой-то импульс вниз. С другой стороны, обычно люди задаются вопросом, а как могло завершиться восходящее движение? Да очень просто. Бывает вот так. 1, 2, 3, 4 и 5. Потому что тут есть дивергенция между 3 и 5 волнами. Такое случается. Просто на это надо обращать внимание. Дивергенция, она так или иначе будет только не в 4-часовом, а например в часовом графике. Нормальная история. Но так как здесь на дневном графике цена резко уходит в сторону от линии баланса, это дает нам так называемую ангуляцию. То есть резкое движение вверх. Но здесь нет так называемого дивергентного бара. И плюс структура этого движения, она не импульсная. Поэтому очень возможно, что то, что прошло вот здесь вниз, это какая-то первая волна, и с ее коррекцией могут прийти продажи. Но это сложный рынок, я пока не стал его убрать для торговли. Австралийский доллар. Дальше у нас продолжается удлинение. Если вы посмотрите на АО, АО резко растет. И в данном случае это нельзя считать дивергенцией, поскольку здесь параллельный рынок. И вот в моменте вот этого дивергентного бара вниз мы видим развитие по тренду. И это удлинение называется. И в данном случае также на дневном графике у нас резко растет движущая сила, что говорит о том, что у нас параллельный рынок, и мы дальше идем по тренду. Когда мы переходим на 4 часа, наша задача обратить внимание на то, что текущий импульс вниз, он не завершен. Ни о каких покупках здесь говорить нельзя в данном случае. И здесь я буду рассматривать только дальнейшие продажи. И в принципе они здесь уже были. Если вы посмотрите на часовой график, то здесь были сигналы на продажу. Вот эти дивергентные бары, которые идут по тренду, они как раз таки на продажу. И то, что мы сейчас здесь формируем, это сложная коррекция. После которой возможно дальнейшее продолжение вниз. Новозеландский доллар. Давайте обратим внимание на то, что здесь был сигнал на продажу по тренду. И в данном случае движение также не закончено. То есть мы имеем параллельный рынок, и у нас резко нарастает движущая сила вниз. На недельном графике у нас разворачиваются линии баланса. И с дивергентного бара снова идет движение вниз. Поэтому в текущий момент я бы сказал, что это первая, вторая, третья, четвертая. И идет развитие пятой волны, по всей видимости. Либо какого-то нового импульса, нисходящего. В данном случае я не советую рассматривать никакие покупки. И если мы с вами будем смотреть на этот импульс, то один, два, и возможно удлинение третьей волны идет. Либо если этот импульс заканчивается, то это все какая-то первая волна вниз. Это не принципиально. Важно работать по тренду и непосредственно идти по тренду. Здесь нет завершения. Это хорошо видно. И с большой вероятностью мы получим здесь новые минимумы. У нас резко растет АО. Канадский доллар. В данном случае, на абсолютно мой скромный взгляд, это развитие какого-то нового импульса вверх. На четырехчасовом графике, на мой взгляд, это опять же один, два, три, четыре. Возможно развитие пятой волны. И это вполне может быть какая-то первая волна внутри этой пятой волны. И была до этого сложная четвертая. И вот только после обновления максимума мы можем говорить о том, что здесь завершится импульс. Если не будет дальнейшего удлинения вверх. Золото в данном случае, это пока выглядит как один, два, три, четыре, пять. Но в настоящий момент мы здесь не видим дивергенции. Вот этой дивергенции не считается. Здесь резко растет АО. И в последнем движении видно, что это один, два, три. То есть вот на этом баре завершилась только третья волна внутри пятой волны. Либо это развитие третьей волны. Обратите внимание на структуру рынка. Ну потому что в книжках как минимум об этом не пишут. А здесь мы это прекрасно видим. Обратите внимание на то, как развивается движение вверх. И какими барами оно идет. Оно идет вот таким движением, прямо практически вертикальным. Это характерно больше для третьей волны. И я не удивлюсь, если вот этот максимум АО, он уйдет выше вот этого максимума. Это нормальная история. Нужно просто обращать внимание на характер рынка. Он даже вот в этом импульсе отличается от того, что было здесь. И отличается от того, что было здесь. Поэтому пока мы видим, что максимум движущей силы, он вот в этой волне. То есть мы ее можем считать третьей. Но потом вот эта циферка 3, она может переехать запросто вот сюда. Когда вот этот максимум, он перебьет вот эти все максимумы на АО. Такое случается в сильных трендах. С этим вы будете сталкиваться крайне редко, но такое будет. Даже на недельном графике АО может уйти выше вот этого хая спокойно. Потому что здесь параллельный рынок и структура рынка меняется. То есть цена идет более вертикально, чем она шла здесь. Поэтому не исключено, что это может быть первая, вторая, первая, вторая уже в третьей волне. То есть как бы 1, 2, 1, 2 и вот это все 3. Поэтому какие-то вот такие вот сигналы, которые появляются здесь против тренда. Во-первых, они с большим стопом. Во-вторых, у них не будет потенциала. То есть потенциал нам нужен 1 к 2, это минимум. А здесь не будет даже 1 к 1, если мы поставим сюда сетку. И обратим внимание на то, где находится минимальная зона коррекции 38,2. Которая в принципе свойственна для золота. Особенно на стремительных рынках. Вот на это нужно обращать внимание. Дальше серебро. Серебро не такое стремительное, как золото. Оно больше склонно к возвратно-откатному характеру рынка. И в данном случае то, что мы видим с вами на недельном графике. Это скорее всего развитие пятой волны. Вот этого импульса 1, 2, 3, 4 и развитие 5. При вот таком вот характере движения. Возвратно-откатном. Как я его называю. Поэтому обратите на это внимание. И посмотрите на то, что здесь происходит. То есть тут опять же против тренда такие сигналы лучше не брать. Там будет большой стоп. И отношение риск-доходность там будет никаким. То есть даже не будет 1 к 2. Про S&P мы говорили. Про биткоин. На мой взгляд, если вы возьмете 12-часовой график, вы увидите здесь максимальную АО в третьей волне. То есть это прекрасно будет видно, что в настоящий момент времени мы корректируем весь вот этот импульс. То есть всю импульсную волну. Приблизительно где-то в зону предыдущей коррекционной волны. Это 50% от всего движения. То есть то, что происходит в текущий момент, это хорошо видно. Это А, Б и развитие волны С. Волна Б, для нее опять же характерно постоянное пересечение линии баланса. Вот ее видно очень хорошо здесь. Поэтому если брать глобальную картину, ну да, здесь был дивергентный бар на недельном графике, но он находится на пересечении линии баланса и АО. То есть такой дивергентный бар, он не является как бы действительным для того, чтобы говорить о том, что это сигнал какой-то. Это сигнал завершения какого-то импульса и развития коррекционной волны. В данном случае вы помните, да, о чем мы говорили с вами по биткоину, о том, что здесь возможно формирование некой треугольной коррекции, и каждый следующий импульс, вот такой вот, да, он будет внутри предыдущего, что здесь в принципе и происходит. Единственное, что каждое это движение, оно будет являться тройкой, и вот в данном случае это только, скажем так, волна А, какая-то локальная, то, что мы видим с вами на дневном, на четырехчасовом графике, ну или там на 12 часах. Поэтому я думаю, что какие-то новые покупки, они могут прийти где-то в районе 50%, ну там 8 с половиной тысяч примерно, вот так. Нефть марки Brent, мои ученики здесь продавали, вот с этого бара на четырех часах, я рекомендовал держать позицию до обновления минимума и формирования дивергенции на дневном графике. И на мой взгляд здесь А, Б и развитие волны С идет. То есть это зона предыдущей коррекционной волны, это 61,8, и в данном случае я считаю, что по нефти это 1, 2, 3, 4, 5, то есть вот первая дивергенция, она как раз была в третьей волне, а вторая это четвертая и пятая. И формируется, вот здесь была сформирована сложная волна Б и идет волна С. То есть тот бар с верхним закрытием, который мы с вами видели на недельном графике, он был только внутри третьей волны нисходящего движения, а может быть и первой волны нисходящего движения, здесь резко растет движущая сила и параллельный рынок. Поэтому вполне мы можем здесь сформировать волну С до приблизительно 45 долларов за баррель. Доллар-рубль, давайте посмотрим, что здесь происходит. В основном я на московской бирже торгую фьючерс на доллар-рубль. И в настоящий момент времени на что я бы обратил внимание? Я бы обратил внимание на то, что вниз-вниз, возможно, это была импульсная волна, то есть, возможно, какая-то волна А. Но я бы, либо первая, я бы в настоящем моменте бы смотрел только на текущее движение. Оно резко идет вверх. Но это не означает, что мы можем пойти обновлять максимумы. Надо смотреть по факту, на то, что в текущий момент происходит. И в данном случае я бы обратил внимание на то, что, скорее всего, это 1, 2, и это идет развитие какой-то третьей волны, либо волны С, если это А, В и С. То есть пока здесь никакого завершения нет, но я бы присмотрелся в зоне предыдущей коррекции какой-нибудь. Например, вот к этой. Вот к этой. Поэтому не исключено, что это может быть очередной ABC-паттерн. Может быть здесь формирование быть. Вообще сложные коррекции в старших интервалах. Это вполне реально. Поэтому только на текущее движение я обращаю внимание. Здесь явно была сложная волна. Вот здесь она больше походит на... Вот в этой области она больше походит на волну B. Была дивергенция. То есть 1, 2, 3, 4, 5. Либо А, либо первая какая-то вверх. Посмотрим. Что называется, время покажет. Это не так важно. Просто когда мы не строим каких-либо убеждений относительно рынка, и здесь проще, скажем так, развивать гибкость мышления для того, чтобы когда рынок меняется, мы менялись вместе с ним. А если мы пытаемся придерживаться какого-то одного, вот мы себе в голове что-то построили, на рынке это меняется, у нас это вызывает когнитивный диссонанс. Индекс доллара. Для того, чтобы видеть всю историю, давайте посмотрим, что здесь происходит. Или происходило. Месячный график. Давайте посмотрим вот за текущим движением. Обратите внимание на то, что вот здесь была дивергенция. И вполне возможно, что это ABC паттерн. 1, 2, 3, 4, 5. Вот в волне C. И вниз было импульсное движение. И очень хорошо видно. Возможно, это первая, вторая. Вот я придерживаюсь больше такого варианта развития событий. Да, здесь как бы параллельный рынок. Мы идем вверх, но мы идем вверх не импульсной волной. Обратите на это внимание. И характер этого движения, его хорошо видно, что он не имеет импульсного характера. Дальше, что на дневном графике это походит очень на евро-доллар и на то, что здесь дивергентный бар, пока это ни о чем не говорит. Поскольку внутри, опять же, видите, третья волна. То есть 1, 2, 3, 4. Очень возможно обновление вот этого локального максимума. А потом уже надо будет смотреть, закончится это все или нет. Идем дальше. Apple. Ну, давайте ориентироваться на ту историю, которая, в принципе, у нас здесь есть. Это максимум движущей силы. На дневном графике это означает, что то, что попадает в наш поле зрения, это 1, 2, 3, развитие четвертой волны. То есть в данном случае это не есть какое-то резкое падение куда-то, разворот рынка. Это всего-навсего коррекционная волна. Ну и посмотрите, куда этот рынок корректируется в основе своей. Ну вот здесь была коррекция в 61,8. Ну понятно, это вторая волна была. Она может хоть в 100% корректироваться. Здесь развивается скорее четвертая волна, так же, как на S&P 500. И зона предыдущей коррекционной волны находится в 38,2, где-то вот здесь. Поэтому вполне возможно, что опять же и по времени эта волна может здесь на какое-то время растянуться. Дальше. Facebook. Обратите внимание на недельный график. Здесь есть дивергенция. И это уже вторая дивергенция в локальном импульсе. Переходим на дневной. На дневном более такой шероховатый рынок. Вот тут был максимум. И вот это можно считать дивергенцией. Вот это вот. То есть завершение вот этой волны. 1, 2, 3, 4, 5. А может быть и идет более глубокая коррекция относительно недельного графика. По крайней мере сигналов на покупку я здесь не вижу. И вполне возможно, что относительно месяца давайте на месяц еще зайдем. Относительно месяца тут могла завершиться пятая волна. Но я бы не стал так считать. Потому что здесь очень сильная тенденция. И скорее всего это только первая вот в этой самой пятой. Скорее всего это только первая в этой самой пятой. Поэтому вот зона предыдущей коррекционной волны. Сейчас я ее покажу на недельном графике. То есть вот она здесь. То есть тут надо лучше сетку растянуть на всю вот эту волну. И вот как раз таки видите, где 50% в зоне предыдущей коррекции. Поэтому скорее всего идет развитие коррекции вот этого импульса. И это только первая волна в пятой волне. Потому что на таких трендовых рынках по-другому быть не может. Дальше что у нас Тесла. Ну Тесла она отросла очень хорошо. И в принципе мы ее с вами когда-то смотрели. Я вам говорил о том, что там возможен дальнейший рост. Можете один из таких моих обзоров найти. Когда мы были еще вот здесь. Сейчас открою месячный график. Покажу вот здесь. 1, 2, 3, 4 и вот 5. Вот дивер между соответственно пятой и третьей волной внутри первой волны. Здесь была короткая вторая. Вторая она идет по времени и цене. Достаточно быстро и резко идет третья. Ну третья имеется ввиду уже вот. Вот такая третья. Вот этого порядка. То есть этой степени. Характерная для месячного графика. Далее что у нас здесь был бар на покупку. Он был в стороне от линии баланса. Все это хорошо было видно. Если вы с него не успели зайти. Был фрактальный вход. Уже после пересечения линии баланса. Именно только такие фракталы можно на прорыв торговать. С очень коротким стопом, который можно было поставить за минимум. Вот под этот фрактал. Ну вероятно на меньшем таймфрейме. Ну и все. И мы улетели вверх. И в данном случае это максимум АО. И тут никакого завершения еще нет. Это прекрасно видно на недельном графике. Тут есть дивергенция. Вот видите. И мы ее можем увидеть по цене закрытия. Вот цена закрытия вот этого бара. Экстремальный бар в данном случае его тень не считается. И цена закрытия вот этого бара она выше получает цены закрытия экстремального бара. Поэтому в данном случае это считается дивергенцией. стоит открыть линейный график и вы это увидите и это завершение только третьей волны то есть третий в третий вот 1 2 3 и вот это все точнее 12 и вот это все три это все третья волна и отсюда соответственно развитие идет коррекции ну и можно прикинуть где примерно может коррекция завершиться то есть вот на третью волну мы натягиваем сетку примерно вот так плюс минус уровень 38.2 по фиба это минимальная зона для коррекции здесь хочу еще автопом показать как я зашел по акциям юникредит и континенталь то есть что у нас было здесь был тут была импульсная волна 1 2 3 4 5 мы идем в коррекцию то есть потенциал этой коррекции здесь видите два бара в одну точку практически бьются поэтому я по первому зашел меня выбило по второму я зашел соответственно перекрывая все убытки еще и получаю профит так как это вход в коррекционную волну примерно до зоны предыдущей коррекции то в данном случае я не захожу двумя процентами как я делаю это обычно захожу только одним процентом и в данном случае потенциал развития достаточно серьезные сделку нужно вести по четырехчасовому графику либо по тому графику где будет хорошо виден импульс например по часовому там и так далее также по континенталь я зашел в шорт то есть по тренду был у нас хороший дивергентный бар вот здесь вот он есть него заходил и мы видим снижение потенциал тоже до обновления минимума но если будут вопросы пишите в комментариях также хочу вас пригласить на мой мастер-класс мастер-классы проведу завтра в 19 часов по московскому времени на него необходимо зарегистрироваться ссылка есть в моем телеграм-канале адрес моего телеграм-канала собака fx coach точка ру с вами был александр котин до новых встреч желаем успешной торговли пока